Мы стояли в очередях, собирали макулатуру, были пионерами, крошили Оливье на праздник, клали ключ под коврик. Но самое главное, мы последнее поколение, которое читали и любили книги. На вопрос, куда пойти учиться, Яндекс дает 2 миллиона ответов, Гугу — 666 тысяч. А у Михаила Ломоносова не было интернета, и пошел он туда, куда обоз с рыбой шел. Маск на Марс, а мы ему шапками вдогон. К 2030 году в Галуте необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 год, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 миллиона человек. Нищие, убирайтесь на Марс, становится не столько красивой фразой. Но и политпрограммой со всеми вытекающими, отсюда, пломбировка, транспортацея в марсианский гулаг, щита посолота блин, а вы, блин, если обожрались невкусным рисом и переваренной рыбой, не ешьте подобный хавчик, если не хотите умереть, и оставайтесь в Галуте, решительно преобразовывая ее в мирную и свободную Россию без нынешних гауляйтеров и их прихвостней. Давить продукты, тормозить интернет в нынешней Галуте и в тренде. По какому-то странному пути пошла эволюция в нашей отдельно взятой цивилизации. Любой врач-пульпатор из непросветного прошлого определенно скажет вам, что он очень даже не сволочь, всласть пульпурующая одних молодух, потных немытых толстых тел всегда в разы больше, чем чистых, благоухающих и изящных. Вот-вот, но из прошлого не только профессии. Сексот, секретный агент, нацмен, представитель национального меньшинства. Как и вчера, это не только слова. Сцеплю зубы до крови. Гассантисемитизм в Украине и поныне матерейшей. С 1998 года трижды при трех недомерках председателях живых и покойных не принят в члены Национального союза писателей Украины при рекомендациях Сергея Черкова и Леонида Николаевича Вышеславского. Не пустили поработать ни в одном официальном периодическом издании, а в газете социалистов товарищ Приморозия, на мое картавое, здравствуйте, тут же категорически сказал, до свидания. Столь же картавый недоумок редактор 26 лет. А антисемитский скандал с журналом Корреспондент и вовсе вырвался за кулуарные рамки и дошел до Униан. Суть, мне категорически запретили подписывать материалы еврейским псевдонимом Вилеш Тылвилд. Антисемитизм зашкаливает и поныне, раз эта история с моим приемом в Нспороне рассмотрена с 1998 года, и шлейф этой истории уже обогнул шар земной. Сергея Черепанова безумно люблю и глубоко уважаю вот уже более 30 лет. Творец, подвижник, умница, но истинного размаха антисемитизма в писательском и журналистском кругах ему, увы, просто неведомы. Уж прости, Сережа, низкий тебе поклон за дружбу и понимание, но сути сказанного это не отменяет. Я бы пересажал на 7-10 лет публичных стравливателей народов Украины через суд. Список могу представить, только публичное восстановление меня в звании пусть и одрехлевшего Нспоро изменит мое мнение о реальной межэтнической ситуации в стране. И скажите, пожалуйста, после этого, во что прикажите верить, в какую светлую родину?